Мы начали решать задачку в конце прошлого семинара, смысл которой состоит в том, чтобы убедиться в том, что наш Лагранжан нам дает унитарную матрицу в физическом пространстве, то есть некое теоретическое наблюдение, оно на самом деле довольно глубокое, но и в процессе ее решения мы еще преследуем несколько методических целей, на самом деле поработать с разными функциями Грина, то есть с пропагаторами, вспомнить, как выглядит С-матрица, всякие коммутационные соотношения и так далее. Давайте немножко напомню, на чем мы остановились. Наша задача была доказать, что вот такой оператор, тот самый оператор, который входит в условия фиксации и калибровки, в выражение для фиксации и калибровки и в определении физических состояний, он коммутирует с С-матрицей, где С-матрица, это есть Т-произведение, мы работаем в представлении взаимодействия, поэтому я сразу пишу, как выглядит Лагранжан взаимодействие. Лагранжан, это есть минус и Е, а Ж-мю от Х на А-мю от Х. Где эти все поля в представлении взаимодействия, это у нас композитный оператор, Ж-мю от Х, это есть Пси с чертой, гомоню Пси, все поля в представлении взаимодействия. То есть здесь стоит Лагранжан взаимодействие. У нас есть только в Лагранжане одна вершина, ну скажем, в отличие от других теориков, ХД и так далее, которые нам обеспечивают взаимодействие между электрон-позитроном и фотоном. То есть нам нужно доказать вот такой коммутатор, и для того, чтобы его доказать, мы сказали, что нам, ну я поскольку знаю ответ, то есть я сразу доказал, что нам понадобится некое вспомогательное утверждение, утверждение, мы его обозвали Ленмой, да, которое состоит в следующем, что Д, вот так вот распишу полностью, Д, Д, И, Мю от такого коммутатора, А, Мю от Y, положительно-частотная часть, да, да, плюсик, это у нас положительно-частотная часть. Давайте наоборот сделаю. То есть Мю от X, вот такой вот коммутатор наших полей, и производная от него это есть, а на самом деле производная D по D X, Ню от некой функции C от X минус Y, да. Коль скоро я не уточняю, что это за функция C, но говорю, что она от X минус Y, поэтому я здесь могу писать как производную по X, так и производную по Y, правильно? Я, кажется, на прошлом, я не помню, но, кажется, на прошлом семинаре я здесь по Y написал производную, да? Это то же самое, как вы понимаете, с точностью до знака, да? Взятие производной по X, это есть минус взятие производной по Y от функции, зависящей от разности, правильно? Поэтому это то же самое, то же самое утверждение, что было у нас на прошлом семинаре, вот. То есть там вот эту штуку нужно доказать, и это нам будет, окажет неоценимую помощь вычисление вот этого коммутатора непосредственно разложением T-экспоненты в будущем, да? Значит, чтобы это доказать, мы должны, чтобы доказать этот лем, мы должны несколько пунктов с вами доказать. То есть, во-первых, мы с вами выяснили, что поскольку вот это есть число, этот коммутатор, да, положительная частотная часть, это есть число, то это число можно переписать в некой более такой приятной форме, а именно как среднее по вакууму, правильно? То есть это было среднее по вакууму от чего? Ага, среднее по вакууму, здесь стоит A nu от Y, A nu от X, да? Ну, такое среднее по вакууму, верно? Это мы с вами показали. Вот, теперь, просто явно расписав этот коммутатор и воспользовавшись тем, что положительная частотная часть, это та часть, которая содержит операторы, какие ли они? Рождение, уничтожение. Уничтожение. Уничтожение, наоборот. Без креста, да? Уничтожение. Поэтому, когда она действует на вакуум справа, дает ноль, когда она действует на вакуум слева, это будет не ноль, да? То есть, положительная частотная часть, это то, что перед E в степени минус и PX, да? Стоит во вторично квантованном разложении, то есть, это перед операторами уничтожения, да? Вот. Вторым пунктом мы собирались сделать следующее. Это было маленькое домашнее задание вам. Вот это среднее по вакууму выразить через пропагаторы, да? То есть, пропагаторы, мораль какая была, что пропагаторы достаточно универсальная такая вещь, это не просто T-произведение, да? Но и обычные вот такие произведения, а, мю, а, ню, тоже можно через них выразить, да? Для этого мы рассмотрели пропагатор D-меню от Y минус X, да? Это есть что такое по определению? Это есть среднее по вакууму, вот T-произведение, а, мю от Y, а, ню от X. Среднее по вакууму закрылось, да? Вот, подчеркиваю, у нас все поля везде, поля в представлении взаимодействия, да? Здесь представление взаимодействия и здесь тоже, да? То есть, это фактически это свободный пропагатор, да? Свободный пропагатор. То есть, он выглядит как в нашем случае, мы его знаем, то есть, мы работаем в ксикалибровке, ксикалибровке, и он выглядит как интеграл D4K 2P в четвертой E в степени минус IK что там, Y минус X Y минус X А здесь обычное выражение в импульсном пространстве для пропагатора, которое мы из правил Феймана знаем и мы его выводили с вами, да? То есть, стоит минус I на K квадрат плюс I0 Так, напишу со всеми рюшечками G миню минус Кмю Кмю на К в квадрате умножить на что, Евгений? Ксикалибровки что здесь стоит? 1 минус Кси, да? 1 минус Кси вот так вот Хорошо Вот это наш пропагатор, да? И мы захотели выразить наше вот это среднее Кто-нибудь сделал домашнее задание? До конца довел то, что я делал? Нет? Плохо Давайте, вот вы тогда идите и сейчас вместе доделаем Там осталось-то я выписал два соотношения, да? Одно соотношение надо было на одну тета-функцию умножить другое на другую и сложить Это нужно было дома сделать Значит, еще раз пишем по определению что такое D-меню от Y-X D-меню чуть-чуть посильнее давите на мел чтобы было видно D-меню от Y-X, да? Просто из определения того что такое Т-произведение чуть-чуть посильнее давите а то вообще не видно так, значит, здесь у нас Y больше вначале здесь у нас так, индексы индексы расставляем ну, как есть меню Женя, совсем ослабели? я говорю, посильнее посильнее давите на него там вот я Виктор Сергеевича еле стер доски если я не Виктор Сергеевич остер а его записи а то еще Крамову скажу сейчас наоборот да отлично а дальше мы рассмотрели величину значит, она должна быть сопряженная мю на ню поменена и X на Y да ну, давайте сразу это восстановим значит, когда мы сопрягаем помните, у нас порядок меняется, да то есть, сразу меняем мю на ню X на Y и переворачиваем и видим, что на самом деле с вот этими штуками ничего не происходит они как были так и остались да значит, мю превратилась в ню да погодите а, ню в мю ну, оно еще и переставилось местами да еще X на Y поменялось поэтому что произошло так, здесь у нас осталось 7 да от чего от какого аргумента от X почему от X от Y оно же отсюда пошло, да в перепреставлении все то же самое осталось то есть, весь этот трюк состоит в том, что вот эти средние у нас те же самые остались да а тета-функции поменялись тета-функция помните, да, что такое то есть, это единичка когда Y0 больше X0 и 0 когда Y0 меньше нам нужно что сделать нам нужно вот эту штуку вот она здесь входит и здесь ее выразить как-то отсюда правильно как вот правильно говорить вы их складываете но у вас еще вот эти никуда не деваются при этом они же у вас остаются на месте нет, ну у нас ну тета-функция от X на плюс тета-функция от минус X это единичка да ну у вас если вы их сложите да у вас будет сумма вот этой штуки и вот этой без тета-функции а если второе если мы вычтем а если вычтем получается сигнум и сигнум будет да мы можем умножить на сигнум сигнум в квадрате ага да, ну можно так сделать да вы правильно теперь чуть-чуть соптимизируем это сразу вот чтобы выразить вот эту подчеркнутое слагаемое как можно сделать то есть вы там на сигнум умножали а можно было одно равенство умножить на что-то и другое на что-то и сложить на что нам нужно чтобы вот этот член пропал да поэтому если здесь стоит вот такая-то функция на какую вот эту функцию надо умножить да вот на такую правильно то есть если я вот этот член второй член умножаю на первую тета функцию то он просто вымирает правильно и вот этот вымирает а тета функция в квадрате это что такое если тету умножаю на ту же самую тету она же самая будет да то есть мы умножаем первое равенство на вот эту тета функцию и второе равенство иск а зачем пополам вы мне сами сказали что ты это плюс тета это есть единица да просто складываем на вот и пишем чему ровну да вот мы и выразили наш наш коммутатор то есть это будет на от игрок минус x а этому 2 равенство мы должны были умножить на тета от x0 минус y0 да так чтобы пропал второй член почему там уж не нет ни там уже x0 минус y0 умножить на вот эту днюми днюми и аргументы аккуратно пишем это важно x минус y до а отлично мы видим что такое среднее она тоже выразилась через через пропагаторы а вот это функции какие-то коэффициентами не сильно важно то есть пропагатора на самом деле это достаточно фундаментальная величина хорошо отлично почему же поняли что вот эту штуку который нам нужно дифференцировать это есть просто пропагаторы стата функциями да дальше вам явно понадобится дифференцировать наши пропагаторы правильно но давайте третьим пунктом нашего этого доказательства вот попробуем их и подифференцировать вот если мы возьмем такое выражение д по дырик д по дырик а здесь возьму даже дни дик чтобы не пыталась а д по дз какой д подзверь мил вот д д меню от z такую штуку давайте посчитаем здесь видно что нам понадобятся производные да от вот этого коммутатора в этот коммутатор входят пропагаторы поэтому нам вот такие выражения понадобятся да вот вот он да давайте напишем просто из явного вида того что такое до меню до меню это свободный свободный пропагатор дам в кси калибровки в ночи вот рисуем чему-то равно право вот отсюда до касс каким индексом вылезет когда каминута и да вот коммута я должен с вот этой всей штукой свернуть на этот член и этот член дадут что если 0 дадут да почему потому что вот эта штука эта поперечная структура же меню минус камню коню на к в квадрате это поперечная структура то что называют да при умножении на камью она дает 0 очевидно да да останется вот это и здесь еще будет и икси еще будет ну давайте напишем что получится аккуратно икси икси 1 ушел, 1 остался Плюс и 0 Так, с буквами И Что у нас? Вот у нас одна И вот она Еще одна И Из дифференцирования будет Еще одна минус И будет То есть общий знак Просто минус будет Минус, но экспонент Была, так и осталась Так, только я прошу прощение Но здесь вот у вас какой индекс остался Вы по мю свернули Вот это на к мю умножали То есть индекс ню Ну там нижний, ну это не сильно важно Нарисуйте его нижним Чтоб он был Не контр-вариантный, а ко-вариантный Вот такое выражение На что это похоже? Глядите внимательно Вот давайте вот один пропагатор А вот я нарисую рядом Скалярный безмассовый Что, вопрос какой-то? Можно сейчас Глядите на к мю? Вот это? Вот это на этом? Ну смотрите, если я сверну вот этот тензор С единичкой, да, отсюда С к мю У вас же меню свернутое с к мю даст к ню Правильно? А здесь тоже даст к ню И они сократятся То есть вот эта штука Это поперечная структура То, что мы называем поперечной структурой У нас как раз есть Безмассовый Выглядит, когда 4К На 2Пи в четвертой Да? Е в степени минус ИК И минус ИК Точно так же Вот А здесь стоит пропагатор Безмассового скалярного поля Как он выглядит? Минус И, минус И, минус И, минус ДАЛО Безмассовое скалярное поле Свободный пропагатор Выражение какое? Ну, то же самое Без КСИ Ну, произнесите его Ну, КМЮ Откуда К? И индексы мюта здесь нету А, скалярный пропагатор Скалярный пропагатор Так, ну Обычная скалярная теория На четвертом курсе она у вас была Мы ее вспоминали Добрым словом Реализованность по квадрату стоит Правильно На К в квадрате А в числителе что стоит еще? И И, да? И Отлично Вот такая штука Значит, то, что мы здесь получили Вот то, что здесь написано Каким образом Связано с вот Этим абстрактным пропагатором Пропагатором полей Которых у нас нет задачи Да? В теории, точнее В Лагранжане То есть, как можно переписать Вот эту штуку Через Скалярный безмассовый пропагатор Через его производную? Напишите То есть, мы должны взять Производную По Производную Почему? Производную от D От Z Почему? Ну, по По этим Для этого Ну, вот у нас здесь Переменная Z Да? Я напоминаю вам Что выражение для этого Скалярного пропагатора Мы его с вами нашли На втором семинаре Когда тренировались В альфа-параметризации Да? В некой такой Алгебре Мы его с вами нашли И Оно у нас с вами было Так Написали D по DZ Какое Z? Раз у вас индекс Ньютер чит То D по Z Z какое? Наоборот Верхний Верхний, да? Z А со знаками как? Все хорошо? Здесь у нас вырезает Минус I на I Минус I на I Дает Единицу Поэтому минус общий Да Во Отлично Замечательно Вот мы получили Такое Такое Соотношение Что Производная От Нашего Фотонного Пропагатора Она связана Со скалярным Пропагатором Правильно? Еще впереди Кси Коэффициент Идет Кси Коэффициентом Еще раз подчеркиваю Что вот эти поля У нас в теории есть В нашем Лагранжане Кэт А скалярных полей У нас нет То есть мы просто Для удобства Его параметризовали Этот D Мы его нашли С вами Он у нас был равен Мы посчитаем Считали его прямо Явно нашли По-моему Вы же его и считали Помните Как он От y-x Зависит Там y-x Как? В какой степени? Так же Как здесь Легко запомнить Что в импульсном Представлении Что в координатном То же самое Вот эта штука В знаменателе Только И ноль другой Вот так вот Да? Общий знак Минус Единица на Что там? 4π в квадрате Со знаком Мы его посчитали С вами Это было На втором Семинаре То есть мы Реально Знаем Что здесь Такое Что здесь Такое Написано Да? Вот Отлично То есть мы Поняли Что такое Производное От нашего Фотонного Пропагатора Вот К слову Замечу Это некое Замечание Которое Не имеет отношения К нашей Задаче Но оно здесь Просто Уместно Оказалось Вот Вы чуть дальше Будете Там теорию Перенормировок Вам на лекциях Будут рассказывать Да? И вот это Соотношение Оно На самом деле Достаточно Общее И обобщается Оно следующим Образом Что Вот если вы возьмете Пропагатор Несвободный То есть не для Случай Когда здесь Поля В представлении Взаимодействия Это случай Когда у вас Здесь поля Гизенберговские Стоят И здесь Гизенберговский Вакуум Если у вас Пропагатор Не свободный Будет А точный Пропагатор То Это соотношение Когда здесь Стоит точный Пропагатор Остается Выполненным Здесь у вас Точный Пропагатор А здесь у вас Свободный Пропагатор Скалярного Поля И оно Имеет Это соотношение В себе Еще дополнительный физический смысл о том что продольная компонентов точного пропагатора она нет не перенормируется это на будущее просто я вам скажу когда будете проходить вспомните о том что мы решали эту задачку давайте дальше двигаться поняли как дифференцировать да ну давайте теперь дифференцировать четвертым пунктом что у нас есть у нас есть вот прямо считаем чему-то коммутатора dpd игрек мил да но напишите сначала вот это выражение а потом отсюда отсюда пишем чему равно да вот начинаем дифференцировать это выражение что здесь от y зависит пропагатора еще и тета функция да мы уже научные как ее вычислять поэтому это будет правильно дельта от чего вы дифференцируете тета функцию для случая когда индекс мил у вас вот этот индекс мил равен 0 да поэтому здесь вот на месте индекса мил мы должны поставить поставить 0 да правильно y минус x ага отлично это функция от y минус x а здесь вместо производной сразу подставляем что у нас получается да то есть это будет минус си до коэффициент минус кси умножить на dpd под и что ну да под и y под и y как какой y с каких каким каким индексом мы по ми дифференцировали остается не 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 мы пас помимо нас идет суммирование на дивергенции идет по миру то есть остается индекс у нас остается индекс не удаст еще наверно не у здесь d от y минус x да да правильно это вы продифференцировали первое слагаемое да теперь точно также 2 не фиксируем значит будет дельта функция 5 мы здесь по игре ты дифференцируем то эта функция да поэтому внимательно да правильно он говорит будет знак минус еще индекс у нас какой нулевой да когда мы это функцию дифференцируем вас индекс нулевой для остальных индексов мил производная от эта функция равна нулю да и плюс чаще вот сюда куда напишите что вместо бог побольше было у нас остается минус никуда он не делся до минус остался здесь какая-то знак минус был так он и остался потому что у меня одна и та же переменная что здесь что здесь да неважно что там игрек минус x или x минус y но отлично замечательно вот такое выражение получилось давайте его немного немного упростим вот что у нас здесь есть вот это производная производная по игрек от выражения зависящего от игрек минус x мы в конечном итоге хотим все так ладно мы с доской это только знак другой да ну напишите сверху что это есть знак будет плюс уже перед кси до по x ню здесь кстати говоря вот в этом d она у вас какое будет это d вот в втором слога и написали его но вы дифференцировали пропагатор со звездочкой звездочка важно потому что звездочка вот влияет на вот эту радость до минусы 0 плюсы 0 да то есть получал получили получили что то есть производная по x уже почти то что нам нужно да отлично теперь ну вот это то же самое переписываю что то есть производные по x до dp dx ню прямо как нам надо замечательно ну и теперь давайте соберем все наше выражение представим его ровно вот в таком виде в таком виде то есть что здесь выделено здесь выделена полная производная dp dx ню правильно dp dx ню дальше куда у нас она входит вот у вас вот этот пропагатор он еще стета функции был да не уж эта функция была его родная здесь она что никуда не делась правильно вот я где-то или штан дописать или здесь допишите здесь не мельчить вот сюда напишите коэффициентом вот этот эта функция она осталась вот отлично вот у нас сюда входит производная дам вот давайте эту производную представим как полную дивергенцию от некого выражения какого выражения эта функция на вот эту d на кси плюс эта функция на вот эта функция на вот эту кси на d да и плюс все остальное все остальное сейчас поймем как выглядит понятно да что я хочу сделать то есть рисуем вот этот но тот вклад первый который распроизводной то есть кси на кси на т это функция кси на d y минус x да да плюс на d со звездочкой x минус игре ну вот лично закрыли фигурную скобку ой вас фигурная скобка как красивый с вашего позволения и есть еще добавки до которые у нас были раньше ну во первых есть вот эти добавки до 100 дельта функции мало тихо напишем это и это да то есть дельта функции выносим дельта функции это четная функция да поэтому неважно как писать y минус x или x минус игрек под ней а здесь будет разница разница двух пропагаторов до вот здесь для нас конечно важно будет что то что это свободный пропагатор что-то пропагатор где здесь поля от представления взаимодействия они они гитинберга скит поля вот отлично это мы написали вклад который у нас был а теперь вклад от вот этой полной производной здесь от производной лишние слагаемые из да не с ксей с общей кси есть да них есть кси у них есть дельта функция дан правильно из ее тоже можно вынести наверно сразу а вы следите все за знаками следить если где ошибемся то все будет полный крах еще раз удовольствие вопрос вот вот это слагаемое который сейчас уже не пишет она взялась откуда нам нужно из вот этого выражения с полной производной сделать вот эти выражения которые были раньше правильно вот не очень хорошо написано чего не так если я теперь вот вот этого выражения с полной производной вычту вот это слагаемое я получу то что у меня было раньше или нет знак да здесь где-то знак другой должен быть здесь знак знак минус будет при дифференцировании да здесь должен получиться знак плюс поэтому здесь знак минус нужно написать да а здесь здесь я должен избавиться от вот этого слагаемого здесь она идет со знаком плюс при дифференцировании значит общий минус как вы написали да давайте для красоты минус заменим на плюс и внутрь его внесем чтобы минусов много не было да ну отлично все уже есть как нам надо есть вот эта функция да вот она вот это и есть наша c от x минус и вот то что стоит в фигурных скобках это и есть наша c от x минус и грек и обратите внимание мы ее знаем как она выглядит потому что она составлена из свободных пропагаторов d ну это это функции а свободные пропагаторы мы знаем как выглядит правильно то есть про функцию c мы все знаем мы можем явно написать если захотим вот значит нам осталось убедиться в том что вклады вот этих слагаемых они нулевые на нам надо сейчас проверить что это первая скобка и вторая скобка что-то 0 до что этому и на этом месте на секунду остановлюсь вопросы какие-то что-то непонятно все понятно что делаем отлично давайте пока здесь вот все это а вот посмотрите на d да глядите надо что происходит если я теперь беру сопряжение x на y местами меня здесь то же самое будет до поток квадрат а зато здесь знак плюс будет давайте здесь вот стирайте все ну кроме вот этого утверждения а здесь у нас минус здесь возникнуть здесь здесь много где да то есть у меня не очень понятно как сразу их связать потому что здесь мы там виковский поворот делали там и так далее который зависит от знака в знаменателе поэтому удобнее смотреть на сразу на ответ который мы вычислили мы его не зря вычислили да то есть сейчас нам осталась такая техническая совсем задачка показать что первая и вторая скобки вместе с дельта функциями до которые перед ними стоят что это есть 0 но давайте в следующем пункте в пятом пункте мы это с вами сделаем 5 5 давайте с простого начнем простое у нас последнее вот это последнее выражение то есть что там стоит все это неважно дельта функция x 0 минус y 0 умножить на вторую скобку давайте распишем чему это равно у нас есть явное выражение можем из явного выражения попробовать получить чему это равно 4 пив квадрате там поможем да стоит дельта функция ее тоже можно вынести до скобки а здесь стоит знак минус вынесли а минусы 0 знак какой между ними сейчас вот эту смотрю что куда да 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 а минус вообще знак минус да знак минус отлично формула сахарского помните что такая формула сахарского и ставка поэтому не знали им пункта не такая обобщенная функция x плюс минус и 0 чему равна вот в одномерном случае как ее любое просто так как такую общенную функцию рассматриваем да это одна из обобщенных функций да здесь есть член из дельта функции есть еще какие члены но есть во первых функция такая по единице на x знаете такую то есть обобщенная функция которая действует на пробную как интеграл смысле главного значения да и какая еще добавка есть дельта функция с каким коэффициентом и пи да как раз вот эта комплексная добавка комплексная добавка она проявляет себя в том что у вас появляется здесь дельта функционный член причем с другим знаком если не был плюс минус плюс и пи на дельта функции от x вот это знаменитая формула сахарского которую вы по крайней мере на втором курсе обязательно где-то доказывали прошу вас ее запомнить если не помните как она выводится посмотрите как она водится это несложно она нам еще понадобится ну и вообще она полезная по единице на x это поднимается как интеграл смысле главного значения да когда это обобщенная функция действует на пробную какую-то дельта функции сами знаете что такое давайте попробуем воспользоваться и видимо что вот этот вклад сп он ушел до за счет минуса осталось и 1 шла на чего четырехмерная вот у вас есть вот вот это это дельта функция пока что да вот здесь одномерная вот эта штука это одномерная я еще раз подчеркиваю эта формула ну может неудачное обозначение здесь x здесь это не четырехмерный вектор x это одномерная переменная не знаю какой у нас и из это уже было там икс 0 минус игрек 0 да а здесь нет мы это с вами подсудили но объясните еще раз в работе образовывает что вот здесь вот вот в этом слагаемом вот в этом да знак типа другой нужно да вот здесь вот почему но если здесь знак плюс у вас то и здесь у вас тоже смотрите знак плюс же здесь минус кси превратилась плюс кси а во втором был минус и он то есть превратился в плюс когда вы как сам перешли покажите выйдите к доске покажите вместе с учетом этого минуса переписали выражение да то есть это вот этот вклад он со знаком плюс идет да и этот вклад он тоже пошел со знаком плюс поэтому уже не все правильно переписал их как это плюс это но здесь все вроде все вроде корректно не менее не не аккуратно в квадрате это одномерно это одномерная дельта функция до где стоит 4 вектор в квадрате да ну и и что мы можем про эту штуку сказать на теперь пишем здесь вместо вас есть на двойке там все сократите чтобы они не болтались то есть вроде бы как не 0 да так обратно минус икс минус игрек а здесь чуть-чуть почетче скажите что все слышали у нас есть за счет первая дельта функции у нас здесь же не говорит можно x 0 заменить на игрек 0 да поэтому этого слагаемого не будет до а останется дельта функция от минус x минус игрек в квадрате и чё это штука всегда какая не 30 не положительная правильно да может быть x равен игреку поэтому это дельта функция в принципе может сработать вообще-то говоря правильно вот однако легко видеть что в четырехмерии когда у вас четырехмерные вектора то есть вот эти вектора трехмерные да у вас она таки не будет работать то есть начиная с какой-то размерности вклад этой дельта функции всегда будет нулевой но глядите вы берете такую пробную функцию фи до фи от x и расписываете действия вот этой обобщенной функции на нее в сферической системе координат в сферической системе координат у вас будет стоять этот самый объем в дифференциале что еще быстро но полностью напишите что там будет стоять да будет r квадрат напишите полностью то есть есть интеграл ну интеграл во первых плоды стоды x0 до сады x0 по нулевой компоненте и вот трехмерная часть значит есть под x0 минус y x0 минус r квадрате да ну еще дельта функция вот эту нарисуйте и дельта таксом дельта таксом и что дальше поэтому у нас получается вот эта дельта функция чему равна если вы хотите не паер смотреть не паер квадрата папа r как ее переписать через производную внизу напишите то есть два вклада будет правильно понимаете чем делаем на паерда смотрим ее как дельта функцию от функции зависящие от r то здесь будет два вклада дельта от x0 плюс r дельта от x0 минус r правильно дельта от x0 плюс r нет знак плюс между ними у вас что такое сегодня у нас какой-то функциональный анализ просто надо дельта функция от f от x до в одномерном случае это есть если у вас простые нули этой функции сумма по всем нулям по всем нулям да будет дельта функция от x минус x звездочка где x звездочка это ноль а знаменатель и производная правильно ну такая формула известно что да у нас данном случае f от x это квадратичная функция до функция от r это квадратичная функция знак плюс будет у вас здесь сумма идет по всем а здесь модуль производной стоит да его тоже нужно не забыть его нужно рисовать чем он равен модуль по r берем производной 2 r будет но то есть рисуем 2 r ой не видно нифига впереди напишите единицы 2 видите у вас 1r 1r сокращается до дальше за счет одной дольта функции у вас здесь стоит 0 до а дельта от r дельта от r который у вас образовалась в эти перемножается на r правильно и дает 0 таким образом видно что вообще так говоря размерность здесь критично если бы у вас здесь был не квадрат а первая степень то есть на плоскости бы вы бы эту обобщенную функцию смотрели то вовсе она бы не нулевая было бы да она нетривиальная было бы какая-то правильно но случае когда у нас четырехмерные вектора это дельта это обобщенная функция она просто есть нулевая дает нулевой вклад понятно вот так вульгарно конечно можно было сразу сказать что поскольку здесь стоит x минус y квадрате это не отрицательное число дельта функция отрицательное число дельта функция от отрицательного числа это 0 то вот надо более тонкий делать анализ когда у вас x равен y на вот так вот как мы с вами сделали то есть мы показали что вклад 2 скобки равен нулю да ну в общем говоря можно показать что и вклад первой скобки равен нулю таким же способом таким же образом давайте чтобы немножко себя поразнообразить нашу деятельность докажем немного по-другому про первую скобку все понятно как мы 0 получили давайте к первой скобки обратимся есть уже несколько повеселее потому что здесь это тензорная какая-то структура да причем она в координатном представлении мы ее не находили у нас выражение для нее нет правильно но здесь можно как действовать вот если вы хотите что что доказать что какое-то национальное соотношение равно нулю то можно доказывать это как в координатном пространстве так и где в импульсном да потому что в импульсном и про них знаем как они выглядят верно в импульсном про эти штуки мы все знаем вот давайте попробуем теперь про вторую скобку поговорить вторая скобка у нас это и что такое это дельта от x 0 минус y 0 но переключите еще раз я пока я пока все сотрудничнее так все второе мы доказали что ее нет да поэтому я ее стираю вот такая штука да давайте чтобы не таскать собой везде y 0 минус x 0 обозначим это за одну букву какую-нибудь букву z например да тогда здесь будет стоять z 0 да здесь будет стоять z а здесь минус z минус z минус z минус z и мы хотим доказать наше соотношение для случая как я сказал что мы хотим показать что-то 0 да вот давайте показывать что-то 0 для фурье образа если фурье образ равен нулю то и исходная функция почти всюду тоже будет нулем да то есть это будет интеграл по d4 z е в степени и q z то есть мы взяли сделали преобразование фурье да преобразование фурье сейчас быстренько покажем что это 0 если у вас есть произведение двух функций одной и другой выберете от него преобразование фурье то произведение во что переходит свертку до свертку надо где-то сверху написать счет что такое то есть если вы берете производ у вас есть смотрите d4 z и в степени и там и и q z как у нас а здесь стоит одна функция f от z и вторая функция g от z да то как мы быстро действуем если коэффициенты не помним как в этой свертке расположены говорим что пусть здесь стоит z штрих да здесь дельта функция z минус z штрих правильно и по z штрих еще одно интегрирование дело d4 z штрих такой прием на преобразование исходного выражения а теперь говорю что дельта функция то есть это что такое это есть единица на 2 пив 4 интеграл е в степени и х знака минус z минус z штрих d4 к д4 к правильно дельта функцию перерисовал а здесь тривиальную дельта функцию нарисовал да подставляю тогда это будет интеграл d4 к на 2 пив 4 до коэффициент за которым мы гнались и собираем все отдельно перед z и перед z штрих перед z стоит интеграл d4 z на е в степени z куда входит сюда и сюда до е в степени и минус к за это правильно у минус к за это и gz это все что зависит от z от z штрих у нас зависит d4 z штрих е в степени z штрих у нас вот эта штука зависит правильно к z штрих со знаком плюс и умножить на f от z штрих f от z штрих согласны тогда в первой квадратной скобки у нас появилось что такое в первой квадратной скобки то что такое фурье образ функции же в точке q минус к да то есть это есть так на фурье образ так со шляпой да вот q минус к q минус к а вторая скобка это что такое фурье образ точки к то есть вот мы получили что фурье от произведения до исходное выражение у нас было какое дельта функции интегрирует снова но то есть фурье от произведения у нас пришло в свертку свертку от фурье образов а фурье образом мы знаем как выглядит да что нас качестве функции же выступает дельта функция да это функция в качестве функции f выступает вот эта круглая скобка про круглую скобку мы все знаем потому что ее фурье образ вот он нарисован да значит нам нужен фурье образ дельта функции давайте напишите его где-нибудь внизу отдельно напишите ну правильно правильно только с коэффициентами всеми так не получается а не 2 пи нету на 2 пи в кубе агаса совершенно верно и дельта функции отлично молодец вот чё вот к вектора да вот тот весь фурье образ от нашей дельта функции на поэтому сразу пишем чему это равно то есть свертка да то есть интеграл по д4 к на 2 пи в 4 на дальше идет фурье образ от нашей дельта функции то есть 2 пи в кубе на дельта функции от какого аргумента к минус к так и рисую хочу прочтить подчеркните что на трехмерное давайте трехмерное здесь нормально почему здесь все хорошо здесь брали к вот написали ответ для к это фурье образ а здесь фурье образ берете в точке у минус к выберите его в точке ку-ка да конечно трехмерное на давайте подчеркнем что ну или так и на круглую скобку от фурье образа того что здесь стоит есть ты смотрите одно выражение другое выражение просто комплексно ему сопряженная вот эта штука она комплекса сопряженная вот этой потому что ню на ню я могу поменять да и по z это четная функция тоже . кранч то есть будет уже но только здесь ноль не уставить ноль ню и буква ну ладно к 0 к обратите внимание фурье образ у вас с буквой минус и еще идет да то еще тоже надо не забыть на к квадрат плюс и 0 до 10 для этой к квадрат плюс и 0 успеете вынести давайте плюс и 0 ну а здесь что стоит минус и тоже можно вынести до минус и выносим но не забываем что она есть фурье образе да глядите внимательно вы фурье образ комплексно сопрягаете то есть комплексно сопрягаете вот эту минус и его здесь вот да минус и скобочки расставьте здесь скобка и где еще скобка здесь вот здесь вот правильно или неправильно с минусами ничего нигде не протачили вас было минус и мы его комплексно сопрягли минус и вынесли да но был минус от сопряжения а вот этот минус где у вас здесь плюс будет да все наверно плюс вот отлично замечательно все дальше мы можем этот интеграл по трехмерной дельта функции прой взять правильно пишем че осталось здесь вообще говоря тоже стоит плюс и 0 плюс и 0 а здесь минус и 0 до остался интеграл по к 0 да но минус и он перепишите от чего он остался минус и можно вынести за скобку до играл по к 0 остался к 0 рису только у нас у нас уже не к до нас нет к 0 остался а к 0 остался а здесь вместо коню у нас только 0 к 0 да ну так и оставьте коню тогда напишите пока коню а в знаменателе у нас стоит к квадрат к квадрат к квадрат можем расписать это к 0 в квадрате плюс к вектор до к вектор плюс и 0 а здесь то же самое написано так сокращенно просто четырехминутых к квадрате плюс и 0 а здесь то же самое написано так сокращенно просто 4 мерный как вода из вашего позволения большую скобочку нарисую Минусы 0 О, отлично Замечательно Теперь надо его пока 0 взять В общем-то это не сложное дело По большому счету Можно было бы и посчитать интеграл Но мы даже это делать не будем А сразу поймем, что это 0 Считаем По теоремам ТФКП Интеграл по К0 Вот смотрите Где у вас полюсы расположены Полюсы вот этой функции Которая в квадратной скобке расположена Их нарисуйте Нет С вещественной оси вы сдвинулись Для вот этой Для вот этой функции Где полюсы расположены Их нарисуйте Нет, наоборот Вот для вот этой где-нибудь Справа внизу Справа внизу, да Внизу Да, здесь и здесь Давайте какими-нибудь крестиками нарисуем Это крестик А для вот этой функции Такими крестиками нарисовали Да Вот так вот А теперь смотрите внимательно Теперь вы берете и считаете интеграл По вот этому контуру Интеграл по этому контуру Это что такое будет Я замыкаю его на бесконечности Это будет сумма Вычетов в этой точке и в этой точке Вот это и эта точка Если теперь я закрою здесь вот Плюс и ноль Это есть что иное Как два полюса Для вот этой аналитической функции Правильно? То есть я При вычислении моего интеграла С помощью вычетов Что делаю? Технически Я беру вот такую аналитическую функцию И беру сумму всех ее вычетов Если я у функции возьму сумму всех ее вычетов В конечных точках То что получится? Теорема в ТФКП такая есть Что сумма всех вычетов аналитической функции дает А? Она дает Она дает Это будет минус вычет на бесконечности Но вычет на бесконечности Его легко определить по поведению Когда К0 стремится к бесконечности Если себя функция ведет Падает быстрее, чем единица на К0 Единица делить на К0 То вычет бесконечности равен нулю Поэтому чаще всего вам сумма вычетов Все аналитической функции Если у нее вычет на бесконечности равен нулю Просто дает ноль Вот мы здесь такую историю имеем У нас на бесконечности поведение Нашего пропагатора быстрее, чем единица на К0 Правильно? Оно как единица на К0 в квадрате себя ведет Поэтому вычет на бесконечности равен нулю Следовательно, сумма всех конечных вычетов Так она же не вычет на бесконечности У нас же, ну, то есть, как меняется в виду в теореме То, что, допустим, мы сделаем вот такой вклад Да Ну, то есть, допустим, так обходим То есть, сумма вычетов дает вот эту вычет А потом, конечно, можно делать оплату в другой стороне Получается хоть вычетную, что она не вычитывает Разве нет? Не, а вы такой же вклад получите Когда замкнете сверху или снизу Вот это то же самое Вклад тот же самый Ну, когда здесь, я имею в виду, что мы делаем замыкание Да И мы делаем вот такой вклад, да Получаем, что слева от контура Когда вы сделали такое замыкание, да У вас сумма всех вычетов дает вам значение интеграла, правильно? А потом мы говорим, что это у нас минус Если мы делаем обход по этому же контуру в другую сторону То есть это получается вычет на бесконечности Ну, то есть, поэтому мы должны учитывать эти полюса, нет? Ну, то есть, когда мы говорим, что... Ну, то есть... Не-не-не, вот погодите, погодите Когда я про вычеты стал рассуждать, я уже... Вот про эти полюса я уже забыл Их уже нету Потому что я рассмотрел вот такую аналитическую функцию Вот она Все У нее есть два полюса Плюс Q, минус Q И я только на нее смотрю Не на всю квадратную скобку, а только на нее Только на эту функцию Вот у этой функции По К0, когда я смотрю У нее вычет на бесконечности равен нулю, правильно? Потому что симпатическое поведение у нее как единица на К0 в квадрате А следовательно, теорема о вычетах говорит, что сумма во всех конечных вычетах То есть в точке Q и в точке минус Q Не даст 0 Вот и все То есть это просто равно нулю по теореме о вычетах Напоминаю еще раз Теорема о вычетах Она вам говорит, что сумма аналитической функции Сумма вычетов во всех точках Включая бесконечность Равна нулю всегда Следовательно, сумма вычетов в конечных точках Равна минус вычету в бесконечности А вычет бесконечности Он у вас возникает только когда функция себя ведет как единица на К0 Это есть минус коэффициент перед разложением единицы на К0 А здесь она себя ведет быстрее при К0 в бесконечности Как единица на К0 в квадрате Поэтому вычет бесконечности равен нулю Ну и все, сумма всех вычетов равна нулю да 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 вот но для нас для нас когда я рассматриваю вот эту функцию вот я рассматриваю только вот эту функцию без плюс и 0 без второго слагаемого у меня есть только два вычета 12 полюс один здесь другой здесь вот у меня есть такой контур который их обходит снаружи ничего больше нету снаружи ничего больше нету правильно да убрали потому что я говорю технически когда мы вычисляем значение этого интеграла мы берем вот этой функции вычеты в этой и в этой точках правильно это есть просто 0 то есть таким образом мы показали ночью сегодня какой-то мотанали сплошной до показали что вклад и вот этой скобки тоже нулевой правильно то есть этой скобки нет этой скобки нет таким образом мы доказали с вами лему то есть лему доказали хорошо спасибо же это утверждение доказали и нашли c даже вот она наша c теперь давайте пока я стираю прошу вас если у вас какие-то вопросы потому что мы сейчас сделали я может быть быстро говорю если быстро вы меня останавливаете потому что важно мне это все про протараторить а чтобы вы что-то поняли вот теперь после того как мы доказали нашу теорему нашу лему точнее давайте вернемся к исходному утверждению исходному утверждению и просто покажем что вот этот коммутатор равен нулю этом доказательстве мы будем использовать только что доказанную лему и а предпоследнюю задачку с прошлого семинара помните мы доказывали там что коммутатор двух так токов электромагнитных токов для нулевой компоненты и для мютой компоненты что одновременной коммутатор равен нулю да это мы сейчас тоже будем использовать это нам нам понадобится но давайте прежде чем что-то делать напишем явно что такое наша с матрица это т произведение вот здесь у нас стоит вот здесь я кстати погорячился когда букву и написал не поправили здесь вот это не надо писать в лагранжиан это эрмитов оператора да потом здесь никаких и нету минус и минус и е идет в правилах феймана а также стоит просто минус е да верно то здесь стоит и на лагранжиан взаимодействие да выгружаем взаимодействие d4 лагранжиан взаимодействие вот он написан здесь что я делаю я беру и эту экспоненту разлагаю разлагаю в ряд то есть пишу что то есть сумма по м от нуля до бесконечности минус и е в степени n этот множитель минус е в степени n делить на n факториал да а здесь стоит n большой интегралов осталось d4 x1 и так далее d4 xn т экспонента t упорядочивания от чего от g не 1 от x1 а мил 1 от x1 так далее g мил n от xn а мил n от xn вот таким образом написал давайте вот этот вот н кратный интеграл я обозначу буквой с н н член разложения с матрицы да и а мы с вами докажем что коммутатор д мил а мил с н равен нулю то есть вот такой коммутатор будем рассматривать если он с н равен нулю то и с с он тоже равен нулю правильно очевидным образом потому что с это и сумма всех все возможно всевозможных с н то есть вот я считаю такую штуку d по d y мю от коммутатора а мил положительную частотная часть от y а а здесь с н то есть вот такой коммутатор я хочу показать что он равен нулю давайте я начну кто-нибудь из вас продолжит это делать вот ну хорошо расписываем явно что такое d по d y мил остается наружу на здесь идет n кратный интеграл d4 x1 d4 xm xm а теперь я должен расписать что такое т произведение ты упорядочивания да из как я это буду делать и стоит коммутатор а мил положительную частотная часть от y а здесь вот все остальное будет стоять что такое t произведение т произведение сколько здесь разных вкладов будет в этом т произведение в зависимости от того как упорядоченный x1 и xm сколько штук сколько различных расположений есть x1 и xm друг относительно друга как они могут быть расположены но если скажем у вас было бы 2 x1 x1 и x2 то порядки могли бы как какие быть x1 x2 плюс x2 x1 да если их три то уже порядков больше x1 x2 x3 x1 x3 x2 n факториал правильно то есть n факториал разных порядков но я так и напишу смотрите я как напишу это таким образом тета функции от x1 минус x2 0 это функция x2 0 минус x3 0 и так далее это функция от x1 0 минус x1 0 и так далее это функция от x1 0 минус xn 0 умножить вот при таком порядке если у меня порядке если у меня порядок такой у меня будет стоять просто же минус от x1 же не один м от xn да и на это фермионные поля поэтому я все сразу в одном месте напишу а все позоны в другом месте напишу а здесь будет стоять а не один от x1 и так далее а мил ката от какого-то x ката и так далее а мил нт от x нт это вот я один из членов написал в этом т-произведение все остальные члены берутся из перестановок из n factorial перестановок x 1 и xn правильно то есть чтобы написать любой другой член я должен рассмотреть какую-то перестановку переставить соответствующий kiss 0 и здесь переставить операторы здесь и здесь правильно я отдельно пишу фермионные базонный операторы они коммутируют друг с другом правильно поэтому она между собой они не коммутируют еще я должен в правильном порядке писать я не могу для вот этого порядка, от этой функции переставить x1 и x2. Это я не могу сделать. То есть плюс все перестановки, плюс пер. То есть всего у меня n-факториал перестановок. Вот таким вот образом. Ну и что у меня возникает? Глядите. По бозонным операторам я должен взять коммутатор моего поля А мю от y с вот этими полями. То есть я должен взять коммутатор поля А мю от y, положительную частотную часть, с А мю 1 А мю n. Вот такой штукой. Это есть не что иное, как сумма коммутаторов. Правильно? Я могу переписать это как сумму по К от 1 до n. А здесь будет стоять А мю 1 от x1 и так далее. А мю К минус 1 от x К минус 1. А здесь стоит коммутатор. А мю от y, положительную частотную часть. А мю Кт от x Кт и все остальные. А мю К плюс 1 и так далее. А мю НТ. Согласны? Когда я считаю коммутатор от произведения, это есть сумма вот таких коммутаторов, где я по отдельности беру коммутатор первого множителя с каждым из со множителей произведения. В каком порядке писать этот коммутатор не важно, потому что это число. Это число, я его мог сюда написать, мог сюда написать, мог сюда написать. А если бы это было не число, то я должен был бы все вот эти операторы писать справа. Правильно? Нет, не справа. Вот как я написал, так и должен был бы писать. Вот так должен был бы писать, да? Но у нас это число, то есть проблем никаких нет. То есть мы с вами знаем, чему равен вот этот коммутатор. Коммутатор этой величины с бозонной частью. У нас сейчас стоит, наружу стоит произведение d по d y мю. Игреки сюда никуда не входят. То есть эти тета-функции они не дифференцируют. Они дифференцируют только его, да? Ну и давайте их сюда навешим. Я здесь же напишу, вы перепишите это соотношение d по d y мю. Напишу. И здесь, соответственно, тоже я должен написать d по d y мю. Вот так. вот мы с вами уже написали, что такое коммутатор по всем бозонным полям, да? И производную использовали. Теперь, что мы знаем про этот коммутатор? Что нам про него известно? Штука? Да. У нас есть наша замечательная лемма, которая нам говорит, что вот эта штука, это есть производная по чему? По какой переменной? По x к этому, да? То есть не какому попало, а по именно по x к этому. То есть это d по d x к т мю к т, да? От некой функции. Нам на нее даже, она нам даже особо не интересна. Функция от, от чего она будет? От x к т а в минус y, правильно? x к т а в минус y. Вот. То есть вот это мы знаем стопроцентно. Это наша лемма. Видим, знаем, что это есть некая производная от по x к т с индексом. Мюкатым, да? Индекс мю шел, да? Я про него просуммировал по всему. Вот, отлично. Следующий шаг какой, как вы думаете? Вот мы вычислили, вычислили наши коммутаторы, да? Давайте вы пока думайте над следующим шагом, а я пока перепишу, что мы получили. То есть мы получили, что наш коммутатор, это есть, здесь вот будет стоять сумма по k от единицы до n, от единицы до n. Здесь вот это все убираю, убираю. А здесь вместо мюкатова, мюкатова ставлю, вместо мюкатова ставлю, что d по dx к т мюкатая от какой-то функции c, x к т минус y. Причем c это просто функция, не оператор никакой, да? А вот эти это все операторы. То есть их я как попало не должен ставить. Вот, это мы получили как результат уже вычисления производной от коммутатора. Теперь что можно с вот этой производной сделать? Да, ну или иначе говоря, по частям проинтегрировать, правильно? То есть можно вот эту производную перекинуть на все остальное, что зависит от x к т, от x к т, да? Что здесь от x к т т зависит? Вот среди вот этих а есть что-нибудь, что от x к т зависит? Нету, правильно? Здесь мы уже все а использовали, когда вот это c нашли. От x к т зависит вот эта g, да? И от x к т зависит тета функция. Верно? Отлично. Значит, я по частям перекидываю это x к т на g сначала. То есть у меня получится d по dx к т т от в этом месте от какого-то g от x к т. Это чему равно? У нас все операторы в представлении взаимодействия. То есть это все фактически свободные поля, да? Это есть 0 в силу чего? В силу сохранения тока, электромагнитного тока. Правильно? То есть когда я перекидываю вот эту производную dx к т на токи, я получаю 0. Как Женя правильно сказал. Значит, остается член, когда я перекидываю эту производную на тета функцию. На тета функцию. То есть я вот это x к т я должен перекинуть на тета функцию. А? А? Их две, правильно. А я только одну нарисовал. Верно? Поэтому по-хорошему я должен был бы я вот так вот сделаю. Я здесь вот напишу многоточие. Многоточие. А здесь я напишу предыдущую вот эту функцию. Вот здесь вот. Если предыдущая тета функция, она какая? x к минус первое нулевое минус x к т нулевое. Да? И значит, я по частям перекидываю вот эту штуку перекидываю на тета функцию. Ну, давайте напишу. Так уж и быть, это надо переписать. То есть, это будет интеграл d4x1 и так далее. d4xn да? Сумма по k от 1 до m. напишу все мои токи. Какие у меня здесь стоят? g мю 1 от x1 g от мю к то есть у меня g от мю n от xn все эти токи у меня есть. Дальше. У меня вот эта функция c есть. Она тоже никуда не делась. c x к минус y у меня есть все вот эти бозонные поля. Это а мю 1 а мю к минус 1 а мю к плюс 1 да? а мю m каждый из них зависит от x соответствующим индексом. И при перекидывании вот этой производной у меня получается следующий вклад. Два слагаемых. Как вы правильно сказали. Значит у меня есть знак минус из интегрирования по частям. Когда я перекидываю производную. И отсюда выскочит знак минус а здесь выскочит знак плюс. А значит у меня эта производная будет работать только на тета функциях. Только когда мюкатая какое? Какой индекс? Когда он равен нулю. Правильно? Когда он равен нулю. Поэтому я должен еще здесь написать дельта символ мюкатая ноль. То есть если мюкатая вот это не равно нулю то я и дифференцировать их не должен. то есть это есть просто нулевое выражение. А если мюкатая равно нулю то здесь возникает два вклада. Что это за вклады? Вот смотрим на них внимательно. Первый вклад идет вот отсюда он со знаком плюс. То есть тета x1 0 минус x2 0 и так далее. А здесь тета функция превратилась в дельта функцию. Дельта функция xk минус 1 0 минус xk 0 а здесь тета осталось. Это xk 0 минус xk плюс 1 0 умножить и так далее. И последнее тета я ее для скорее для порядка пишу. Она нам особо не нужна. Минус xn 0 Это один вклад а второй вклад идет идет откуда? Он вот из этой функции идет. Правильно? Он со знаком минус идет. Минус почему что? Почему что? Я производную по частям перекидываю знак минус еще дополнительно возник. От тета функции плюс возникнет дельта функция а так знак минус. Вот так я пишу 1 0 2 0 и так далее. Дальше на месте этой дельты теперь будет тета xk минус 1 0 минус xk 0 а здесь дельта будет дельта от xk 0 минус xk плюс 1 0 и так далее и последнее тета общее тета xn минус 1 0 минус xn 0 2 вклада написал и плюс все перестановки все перестановки да вот такое выражение получилось вот как это получилось это понятно проследили да нигде я не ошибся со знаками все правильно отлично теперь давайте с вами сделаем следующее мы зафиксируем какую-нибудь почему что полная производная полная производная она как это такая достаточно общая история она у вас садится на бесконечно удаленную трехмерную поверхность правильно ну это вы берете дивергенцию и полная дивергенция это будет интеграл по трехмерному многообразию на бесконечности да на бесконечности мы считаем что все поля все поля таковы что матричные элементы от них будут равны нулю на бесконечности то есть на бесконечности у нас все поля в этом смысле спадают да то есть они на бесконечности дают дают ноль вот это на самом деле здесь есть некий тонкий момент потому что например квантовой хромодинамики не всегда эти поля ведут себя спадают слишком быстро на бесконечности это приводит к определенным к определенным эффектом топологического характера здесь же здесь же история другая здесь они всегда спадают так значит смотрим дальше мы уже к концу поскольку времени чуть осталось то я наверное закончу сам это давайте сделаем следующее зафиксируем какую-нибудь дельта функцию дельта функцию например вот эту вот эту дельта функцию и попробуем проследить за судьбой вот членов которые пропорциональны этой дельта функции среди того что я написал и среди вот этой и среди вот этих перестановок да вот давайте посмотрим какой у нас порядок значит у нас порядок такой что у нас мю 1 мю 2 мю к минус 1 мю к мю к плюс 1 мю n да g мю n я пишу сейчас фермионные операторы то есть у меня x1 0 больше x2 0 больше и так далее xk минус 1 0 больше чем xk 0 больше чем xk плюс 1 0 и так далее а xm 0 оно самое маленькое давайте если среди вот этих перестановок возьмем одну конкретную а именно какую такую у которой xk 0 он раньше был больше чем xk плюс 1 а теперь мы сделаем его меньше чем xk плюс 1 то есть возьмем такую перестановку перестановку где x1 0 также больше чем x2 0 и так далее xk минус 1 0 больше теперь будет xk плюс 1 0 больше чем xk 0 больше чем xk плюс 2 0 и так далее больше чем xn 0 то есть я сделал перестановку только вот этих двух членов да среди вот этого множества перестановок взял взял вот такую такую перестановку и давайте посмотрим как выглядит вклад этой перестановки вот я среди вот этого множества перестановок рассмотрел одну вот такую да вот я ее внизу напишу ее вклад ее вклад будет такой да значит внутри вот этой перестановки идут у нас внутри внутри вот этой суммы по x по k по k от 1 до n у нас перестановки идут внутри вот этой суммы давайте здесь скобку напишу то есть у нас среди этих перестановок будет вот такая какая я написал да то есть порядок порядок операторов будет такой g мю k минус 1 g мю k g мю k плюс 1 это то что было было раньше а теперь порядок другой здесь стоит g мю k минус 1 g мю k плюс 1 пошло правильно потому что его время больше и дальше g мю k дальше g мю k плюс 2 и так далее g мю м м м да а с вот этими полями ничего не произошло они как то есть выражение для них точно такое же потому что я я мюкаты мюкатая поле тащил да а сюда мюкатая поле вообще не входит правильно то есть я рассмотрел перестановку где мюкатая поле сдвинутое относительно всех остальных то есть упорядочивание отвечает вот таким временам да вот таким временам то есть вот этот коэффициент он вот этот коэффициент он такой же как и в верхней строчке такой же а здесь поля обратите внимание переставлены да у меня здесь было мюкат минус мюкат мюкат плюс 1 да а здесь мюкат плюс 1 мюкат они переставлены поля потому что я другое упорядочивание взял вот такое упорядочивание да поэтому вот эти два поля я вот эти два поля я друг другу с друг другом переставил понятно да отлично пишу соответствующий вклад здесь точно так же мюкат 0 а здесь смотрю какая какая тета функция у меня возникала значит я теперь должен был по хк дифференцировать такую тета функцию тета х1 0 минус х2 0 и так далее тета хк минус 1 0 минус хк плюс 1 0 тета хк плюс 1 0 минус хк 0 тета хк 0 минус хк плюс 2 0 и так далее тета хн минус 1 0 минус хн 0 раньше я дифференцировал вот эти тета функции да отвечающие моему исходному порядку а теперь я должен дифференцировать вот эти тета функции аккуратно по хк 0 по вот этой переменной да с учетом знака по частям да вот я это делаю аккуратно то есть что здесь будет будет тета х1 0 минус х2 0 и так далее вот эту тета напишу она пока важна тета хк минус 1 0 минус хк плюс 1 0 она другая чем нежели чем та которая была раньше а вместо этой возникнет дельта функция правильно дельта функция от хк плюс 1 0 минус хк 0 дальше тета хк 0 минус хк плюс 2 0 и так далее тета хн минус 1 0 минус хн 0 это один вклад из дифференцирования по вот этой переменной а есть еще другой вклад из дифференцирования по вот этой переменной то есть будет знак минус стоять знак минус и тета х1 0 минус х2 0 и так далее дальше идет тета от х к плюс 1 0 минус хк 0 а здесь дельта от вот этой тета функции возникнет дельта да дельта от чего от хк 0 минус хк плюс 2 0 и так далее последнее тета хн минус 1 0 минус хн 0 вот я рассмотрел из всего вот этого множества перестановок одну перестановку поэтому я здесь со штрихом напишу ее подразумеваю что одну из них я уже рассмотрел да вот отлично ну вот и давайте посмотрим на ту дельта функцию за которой мы решили следить вот за этой да вот она в первой подстановке здесь а во второй подстановке она здесь правильно в первой подстановке она со знаком минус во втором со знаком плюс вот что разное а что одинаковое все вот эти коэффициенты одинаковые потому что сюда а мюкатая вообще не входит здесь для фермионных операторов переставлены операторы мюка а мюка плюс 1 правильно переставлены местами здесь знак минус перед этой дельта функции здесь знак плюс перед ней давайте убедимся что вот эти тты одни и те же здесь и здесь с первого взгляда они разные почему потому что здесь стоит смотрите xk минус 1 а здесь xk а здесь стоит xk минус 1 и xk плюс 1 почему они одинаковые всего чего почему этот эта функция такая же как это почему нет ну порядок мы поменяли но мы уже посмотрим на результаты изменения этого порядка вот глядите я утверждаю что вклад вот это это функции вот этой один и тот же с чем это связано вот у вас xk плюс 10 чему равно в силу дельта функции xk 0 правильно и получается ровно то что здесь написано то есть хотя с виду этот коэффициент разные но в силу дельта функции он один и тот же точно так же следующий коэффициент следующая тета она будет она вообще один одна и та же потому что вы здесь xk 0 замените в силу дельта функции на xk плюс 1 0 да и вот этот эта функция будет такой же это функция как вот здесь вот правильно то есть мы видим что в силу силу дельта функции у нас все остальные множители все остальные множители точно такие же точно такие же все отличие возникло откуда из разницы вот этих двух ферми фермионных операторов да и знака минус вот и давайте это напишем то есть отличие какое что у нас есть дельта функция за которой мы следим xk 0 минус xk плюс 10 есть еще вот этот дельта символ дельта мюк 0 мюк 0 а разность вот этого и вот этого операторов вам даст коммутатор правильно потому что здесь был один порядок а здесь другой был порядок возникнет коммутатор g мюк к плюс 1 в точке xk плюс 1 то есть когда я два эти вклада просуммирую 1 2 да у меня все множители остальные будут общие а я здесь еще кстати забыл функцию цена рисовать функция цена все остальные множители будут общими да а подчеркнутые члены соберутся в коммутатор а коммутатор этот какой мюк индекс равен нулю да то здесь стоит нулевой нулевой ток и дельта функция вам вот эта дельта функция которая у нас из дифференцирования взялась она делает коммутатор одновременным правильно одновременной а это выражение мы считали на прошлом семинаре то есть это есть просто 0 исходя из той задачи которую мы с вами делали то есть видно что вот эти члены они благополучно благополучно сократятся между соседними перестановками соответственно вот этот член вот этот член он сократится с какой перестановкой где x как протащу куда влево вот сюда на единичку то есть если я возьму перестановку где xk больше чем xk минус 1 там будут такие же дельта функции точно также они у меня объединяться в коммутатор и сократят этот член да соответственно вот вот эти члены с вот этой дельта функции они мне сократятся для перестановки когда xk сдвинуты сдвинут на две позиции относительно исходной через xk и через xk плюс xk плюс 1 через xk плюс 2 да то есть мы видим что в таком подножестве перестановок где xk у вас пробегает все возможные значения 1 2 3 и так далее nt в таком подножестве у меня все члены сокращаются в коммутаторе до предыдущих нет совершенно верно вот глядите давайте с крайними членами вопрос возникает да ну давайте чтобы пояснить на примере хотя я уже должен закончить вот у вас есть допустим три всего оператора да и xk то это есть единичка то есть вы должны рассмотреть три перестановки исходную дальше когда единичка у вас на второй позиции и когда единичка на третьей позиции правильно и вы дифференцируете d по dx 1 да у вас здесь возникает только одна дельта функция правильно при таком упорядочивание потому что есть только одна от эта функция здесь возникает одна такая и одна вот такая да здесь снова возникает только одна правильно вот у вас вот эти две объединяются в один коммутатор и дают 0 вот эти две объединяются в другой коммутатор дают 0 то есть для крайних положений xk у вас действительно только одна дельта функция будет но она объединяется соответствующий коммутатор то есть таким образом с вами доказали что доказали что вот этот коммутатор равен нулю а значит и коммутатор с с оператором тоже тоже равен нулю то есть мы показали что действительно с матрица она будет унитарной он давайте на этом закончим чтобы еще отдохнули немного а